Пятый канал представляет Красота Ну что, Зина, спасибо, что подвезла Да не за что, я все равно свободна Все, пошла наслаждаться отдыхом Инга А-а-а А что, уже десять? Боря, доброе утро, уже почти одиннадцать Извиняюсь, забысь К лесу пойдем Я там такое место Силы нашел Вещи соберу Боря, только вот без этих твоих штучек и гипноза, ладно? Обижаешь Да помню, помню С рукой что у тебя? Да это Дня два тому назад С лестницы упал Возраст уже Ну да Ладно, жду А-а-а Ну неужели ни одного убийства? Нет Ну что, ну даже самого маленького Нет И глухаря нет Коллеги, доброе утро Дмитрий Владимирович Дмитрий Владимирович Геннадий Павлович, все, к Верочке пристаешь? Нет Да Спасибо Хочешь доказать всем, что способен раскрыть убийство один, без помощи Инги, да? Ну при чем здесь это? Ясное дело, что могу Просто без работы скучно Геннадий Павлович А похищение? Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Документы предъявите Субтитры создавал DimaTorzok Документы предъявите Субтитры создавал DimaTorzok Документы предъявите Документы предъявите Субтитры создавал DimaTorzok Документы предъявите 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 Почитаешь на досуге? Верочка, нашла информацию на убитую? Да. Валерия Вожакова, 30 лет, журналист. Полгода назад она вышла замуж за бизнесмена Антона Митяева. Ему 45. Бизнесмен, 45 лет. Может быть, как-то связан с криминалом? Дозвонилась до него? Нет. Автоответчик. Ладно. Спасибо. Держите. Спасибо. Инга, я пойду. У меня еще сегодня две клиентки. Хорошо. Твой номер у меня есть. Пока. Пока. Ну, что могу сказать, Геночка? Прочла я твою заметку. Могу сказать, что да, почерк схожий. Но преступник привязывал свои жертвы обычной восьмеркой, а у нас двойная. А дома крепкая попалась. Он подстраховался и сделал узел покрепче. В остальных случаях преступник наносил жертве удары прямо в сердце. Точные удары в сердце. У нас удары в печень. И очень корявые. С последнего убийства прошло пять лет. Элементарно мог постареть нашли с ним. Или у него педагогический артрит. Кстати, да. Тебе не смыщает, что прошел такой долгий срок? Пять лет. Обычно маньяки так себя не ведут. А он просто тщательно готовился. И жертву выбирал. Иначе. Да? Нашей девушке где-то в районе тридцати. А раньше маньяк нападал на совсем молоденьких студенток. Вот знаешь, вот этот аспект мне до конца еще не понятен. Но все остальное сходится. Вот посмотри. Ну она же похожа на ель. Гена, на какую ель? Так. Значит, смотри. В волосах всех девушек находили веточки. Оттуда и прозвище маньяка. Лесник. И при этом у каждой жертвы была веточка определенного дерева. У этой ели. Не мешай мне. Мне надо сосредоточиться. Ну, предположим, лесник намеренно совершил последнее убийство несколько небрежно. Зачем? И потом, действительно, почему не молоденькая девушка, а тридцатилетняя Валерия Вожакова? Что? Что он хотел этим сказать? Вожакова! Слышь? Слышь, ты? Дилер! Ты? Мы с вами на брудершафт не пили, молодой человек. Сейчас выпьешь. Нужно позвонить нашим и сказать, чтобы забрали тело. И один за мной. Геннадий Павлович сказал не оставлять место происшествия ни при каких обстоятельствах. А у вас даже корочки нет. Ясно. Геннадий Павлович Гена! Свои расследуют жестокое убийство Валерии Вожаковой. Гениус уверен, что женщина стала жертвой маньяка по прозвищу Лесник. Жданова же не согласна с ним. Неподалеку от места убийства на Гениуса нападает Митяев, супруг Вожаковой. Геннадий Павлович Ну, смотрите, я установил, что жертву заранее усыпили хлороформом. Ты бы видел, как радовался Гениус. Как дитя. А чего он радовался? Что маньяк усыплял своих девушек именно таким способом. Значит, смерть наступила в 10 утра, 20 ножевых ранений. В основном все в область печени. Видимо, убийца хотел, чтобы жертва помучилась. А может быть, убийца левша, поэтому бил в правый бок? Может быть. Но, понимаешь, у них, у левшей, эта рука рабочая. А здесь удары такие, как тебе сказать, корявые, что ли, понимаешь? Да и вот еще, смотри. На теле жертвы многочисленные гематомы. Знаешь, на что это похоже? На что? На бытовое насилие. Она вообще была замужем? Да я подумал, чел этот, любовник Леркин. А как вы вообще там оказались? Лерка не отвечал на звонки. Попросил корюшу пробить геолокацию. Он шарит вот. И как часто вы следили за женой? Да не следил я за ней. Я же говорю, она трубку не брала. На теле у Вожаковой были обнаружены побои. Они были нанесены за двое суток до смерти. Как будете комментировать? Слушайте, вы бы лучше убийцу искали. Этого ее гуру попросили? Вы Палаткина имеете в виду? Да не помню, как его зовут. Он рядом с Лесом живет. Лерка к нему на йогурте походила. Это Алиса Путяшева, сестра убитой. Ну, она сводная, фамилии разные, поэтому я ее не сразу нашла. Дозвониться до нее пока не удалось, но думаю, что гениус уже выехал к ней. Спасибо. Ну, пожалуйста. Он увидел ее фото, адрес, ну, в общем, с концами. У Митяева нет алиби. Он сказал, что Вожакова ходила к Палаткину по работе. И проводила там какое-то свое журналистское расследование. Кстати, мой айтишник взломал телефон погибшей. И там были заметки по расследованию. Но либо последнее удалено, либо она уже два месяца не работала. Ну, хорошо, я поговорю с Палаткиным. Но мне кажется, что Митяев себя выгораживает. Он вполне мог вернуться на место убийства и забрать оброненные ему лики. Ну, я бы не исключал версию с маньяком. Лев Романович сказал, что Вожакову усыпили хлороформу. Ну, так же, как и других жертв. Ну, так это не редкость. Я смотрела материалы по леснику. Он всегда бил точно и под другим углом. Может, он повредил руку. Поэтому бил с нерабочей левой руки. Или сломал. Алиса дома нет. Телефон молчит. Надо как можно быстрее попасть в ее квартиру. И еще очень интересно, что у нее с внешностью? Палыч! Есть дело. Здравствуй, Коля. Дела-то у меня хорошо. Спасибо, что спросил. М-м-м, подарок. Ты замки еще не разучился вскрывать? Ну, какие замки, Палыч. Я в университете преподаю. Вторую диссертацию защищаю. Я завязал. Лесник. Он вернулся. Замок-то сложный. Если что, я тут. Зиночка, ты наш верный крепкий тыл. Винга, могла бы позвонить? Могла бы. Я зайду? Ну, у меня клиентка в состоянии транса. Давай лучше здесь, только побыстрее. Скажи, мне давно руку сломал? Наверное, все неудобно делать левой. Руку-то? Да. Неделю назад? Я не понял, а у нас что, светская беседа? Ты же мне говорил, что два дня назад с лестницы упал. Короче, есть версия. Убийца наносил удары неуклюже, потому что делал все неудобно рукой. Мне нужно снять твой гипс. След от удара. Весьма характерный. Я все осмотрел. Вот чек вчерашний. На покупку спортивной одежды и обуви. Но в квартире их нет. На что похоже? Ну, перепутали с боксерской грушей. Бывает. Да. Чувство юмора всегда было твоей сильной стороной. В холодильнике одни полуфабрикаты. Смотри, какая симпатичная особа. Здесь неподалеку лесопарк. Она там. Подожди, а с чего такие выводы? В визитнице я не обнаружил абонемент на фитнес. Вот чек. На покупку спортивной одежды. Алиса в спортивном костюме и бегает в лесопарке. Ну, как скажешь. Инга, я все понимаю. Познакомы много лет. Познакомы много лет. Давай поговорим о нормальной обстановке. Хочешь, поедем в офис? Хочешь, поедем в офис? Хочешь, поедем в офис? Хочешь, поедем в офис? Слушай мой голос. Он становится тише и тише. Слушай свое тело. Слушай свои руки. Когда ты уйдешь отсюда, ты забудешь, кто я. Свои расследуют жестокое убийство журналистки Валерии Вожаковой. Жданова начинает подозревать Бориса Палаткина, ее тренера по йоге. Палаткин пытается загипнотизировать Ингу, но его прерывает полуобнаженная напуганная девушка. Помогите! Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Давай, мам. Все будет хорошо. Пожалуйста, садись. Палыч, ну подождали бы ее дома. Ну не до ночи же она будет на своей пробежке. Боюсь, что мы и так опоздали. Вот с каким деревом она у тебя ассоциируется? Ну, допустим, ель. И? А, так ты думаешь? Я чувствую. Это он заставил вас раздеться? Я не помню. Все как в тумане. Зина, уведи девочку в машину. У тебя твой чай остался успокоительный? Все есть. Пойдемте. Ну что, Боря, не успел закончить сеанс, а? Я думаю, что это не единичный случай. Можакова журналистка и она узнала о твоих специфических взаимоотношениях с клиентками. Но они же ничего не скажут. Да, они же не помнят. Ты все равно ничего не докажешь. А руку тебе кто сломал? Один из мужей-клиенток, а? Да вы ничего не понимаете. Это мой метод. А у тебя тоже метод? Борис Валерьевич Палаткин, вы задержаны. Да не убивал я Вожакову. Ну да, да, я знал, что Вожакова под меня копает. Копает? Копальщица нашлась. Загипнотизировал ее. И стер с телефона все записи. Вот как-то так. Угу. Боря, ты все равно задержан. Как минимум за попытку изнасилования. Для начала. Согласен. Алиса очень сильно похожа на остальных жертв. Значит, лесник выбрал обеих сестер. Елью была Вожакова. Лесник никогда не повторялся. А что, если сосна? Да. Вечно зеленая. Да, хвойная. Но при этом разная. Алиса? Спокойно. Спокойно. Межведомственная рабочая группа. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. На вас напали? Да. Где именно? Там. Стойте, стойте. Он убежал. Он, кажется, меня усыпил. Какую-то тряпку приложил к лицу. Я отрубилась. А ну, это хлорофорум. Не знаю. Очнулась. В волосах копался. Извращенец. Вы позволите? Верочка, а где Инга? Привезла задержанного. Сама куда-то уехала. Мне отзвонился гениус. Он нашел сестру убитой Алису. Инга была здесь, сразу отправилась к нему. На Алису напал маньяк. Потом к дереву меня привязал. Ну, мне кажется, все ясно. Вы можете описать его внешность? Невысокий. Лысый. Черная одежда. Не знаю. Не разглядывала. Это похоже на Лесника. Помнишь, мы с тобой составляли его портрет приблизительный? А как вам вообще удалось вырваться из лап маньяка? А у меня папа моряк был. Знаю, как узлы развязывать. Здравствуйте. Майор Жданова. Доброго денёчка. Берштейн Николай Исаевич. Ну, это для студентов, для вас просто Коля. Мы работали вместе над делом Лесника. Инга. Ну что, всех приполошил? Мне даже не позвонил? Ген, короче так. Ты был прав. Извини. Ты сказал ей, что сестру убили? Вот ты и скажешь. Дмитрий Владимирович, это вам. Я молодец. Я раскрыла дело. Каким-то образом. Я нашла в соцсети сестёр Вожаковой и Путяшевой. Между прочим, они даже подписаны друг на друга не были. Сводные сёстры могли совсем не общаться. Вы ничего не замечаете? Нет, а что я должен заметить? Смотрите. Алиса в детстве студенчатой была красоткой. А её сестра скорее дурнушкой. Но пять лет назад они будто местами поменялись. И что нам это даёт? Не знаю. Но гениусу виднее. Лера, мы с ней как раз на днях должны были встретиться. Палыч, я пойду уже. Да, конечно, ты мне не нужен. Давайте пройдём в дом. Вам надо успокоиться. И как вы с ним работаете? С трудом, с трудом. Николай Исаевич. А можно просто к Коле. Хорошо. Вы работали с гениусом над делом лесника. Скажите, это тот самый лесник? Ну, Палычу виднее. Но его метод работает, поверьте мне. Хорошо, спасибо. А, Инга, оставьте свой номер телефона. Ну, я вдруг что-то вспомню, сразу вам перезвоню. Перезвоню. А, конечно. Угу. С сестрой последний раз давно общались? Не помню. А что? Да просто её даже в ваших соцсетях нет. И? Я вообще туда редко захожу. А спортом давно занялись? Пару недель назад. Интересно. А чек из спортивного магазина за вчерашнее число? Вон, пустые бутылки из-под алкоголя, холодильник забит полуфабрикатами. Странно. Ну да, было дело. Теперь вот за ЗОЖ. Ну, понятно. И сразу побежали в лес. А почему не купили абонемент на фитнес? А какая вообще разница? Вы собираетесь маньяка искать или нет? Невинные девушки могут пострадать. Да он наверняка уже мёртв. В смысле? Я же вам сказала, убежал он. Сколько вам на этой фотографии? Лет двадцать? Пять лет назад вы выглядели гораздо интереснее. Вы в молодости, наверное, тоже выглядели ничего? Да нет, почти так же. А вот сестра ваша расцвела. И вы не смогли этого простить. Потому и убили. Свои расследуют убийства журналистки Валерии Вожаковой. В этот же день неизвестный нападает на её сводную сестру Алису. Всё указывает на то, что в городе и области вновь действует маньяк по прозвищу Лесник. Однако гениус начинает сомневаться в правдивости показаний Алисы. Алиса, не усложняйте себе жизнь, пожалуйста. Что у вас здесь происходит? Тихо. Спокойно. Спокойно. Нож бросьте. Бросьте нож. Нож бросьте. Нет. Что вы делаете? Садитесь. Смотрите на меня. Дышите глубоко. Носом вдох. Потом выдох. Дышите ещё раз. Дышим. Успокойтесь. Таким образом она перенаправляет приступы в аутоагрессию. Подождите, получается и отсюда разбитое зеркало, этот синяк и порезы на руках. Послушайте, Алиса, но ведь это же не маньяк вам поставил. Это же вы сами. Да и не было никакого нападения. Да? А лучше? Когда ты это понял? А когда обнаружил у Алисы в волосах эту еловую веточку. Лесник, он никогда не повторялся. И он никогда не ударил бы кулаком. Только ножом. И насчёт узла. Морской, двойной. Ты была абсолютно права. Скажите, как давно у вас этот тремор в руках? Пять лет. Неконтролируемая агрессия всю жизнь. Слушайте. О леснике, о нём же ни в СМИ, ни в интернете толком ничего не писали. А как вы узнали, как он действует? Она подверглась его нападению. Угу. Я примерно поняла, за что вы убили свою сестру, но об этом позже. Можете рассказать, когда на вас напал маньяк и как это произошло? Я тогда занималась спортом и каждый день утром выходила на пробежку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня адреналин повышенный. Вот очнулась раньше времени. Можете описать нападавшего? Так я про него и говорила вашему коллеге. Думала, может, у следствия фоторобот есть, чтобы все совпало. Рост 170. Лысый. И еще у него татуировка была. Паук. Вот здесь. Про эту примету не говорила. Думала, пробьете по базе. Сразу узнаете, что он уже давно мертв. А почему вы не обратились в полицию пять лет назад? Так ведь не самооборона. Я добивала этого козла, когда он уже в несознанке был. Голову ему в лепешку превратила. Ну, это состояние аффекта. Никто бы не поверил. Я ведь по поводу своей неконтролируемой агрессии даже к врачу не обращалась. На учете нигде не стояла. Тело дотащило до речки. Сбросило вниз по течению. Линяев Вячеслав Андреевич. Пропал без вести пять лет назад. По всем приметам он подходит. Я нашла его в базе среди тех, кто числится по 132-й. Насильственные действия с сексуальным характером. Посадили? Нет. Тот случай не доказали. Линяева оправдали. После того случая психика совсем поехала. Себя забросила. Начала выпивать. Я поняла. А Вожакова начала расцветать. Именно поэтому вы ее убили. Ее насмешки я еще могла бы стерпеть. Но она у меня потом мужика увела. Подождите. Митяева? Я начала с ним встречаться. Вроде успокоилась даже. На время. А Лера как назло. Начала подкатывать к нему. Припомнила все детские обиды. Ну и как же вы справились с агрессией в этот раз? Так я об этом узнала, когда они в Турции отдыхали. Выложили фотки в соцсети. Короче, тогда и разбила зеркало со злости. Помогло? Помогло? Да. Поняла, что когда я причиняю себе вред, становится легче. На вашей одежде обнаружены остатки хлороформа. Как вы это объясните? Я хотела, чтобы все было правдоподобно. То есть вы инсценировали нападение маньяка на себя. Вы знали, как он себя ведет. Но ведь вы не могли предвидеть, что в лесу появится мой коллега. Чистое совпадение. Повезло, так сказать. Симпровизировала. Да нет уж. Вот тут как раз не повезло. Потому что именно гениус обнаружил истину. Машу на место поставь. Держи. Что такое? Больно. Там ничего болеть не может. Сейчас таблетку дам. Да? Ну что? Алиса дала показания? Похоже, нашли этого лесника. Это некий Линяев. Его труп через неделю выловили из реки. Родственников у него не было. Тело, естественно, поистрепалось. Остался неопознанным. Ну кто он? Искусствовед. Почти. Музейный работник. У Вершики есть его и досье. Ну и куда он? Машу оставь. Простите. Девчонки, прокачу. Ну что, Коля, спасибо, что подвез меня до редакции. Ну как все прошло? Замечательно. Коллеги вожаковой решили возобновить расследование по палатке, но материалы пришлют позже. Но главное, чтоб не во время отпуска. Ну да. Куда поедем? Есть у меня одна идея? Ну что же. Спустя пять лет смело в деле лесника можно поставить жирную точку. О, Геннадий Павлович. Ну что, ликуйте. У вас новое дело. Я сейчас узнаю подробности у Радимина. Адрес скину. Да. Веселится и ликует весь народ. Гена, а ты что здесь стоишь? Ты же в отпуске. Так у нас новое дело. Поехали. Ну, веду его я. Почему это интересно ты? А потому. Потому что я первый пришел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова